Показалось? Херсус. Ну, этот там чё забыл? Херсус пытается всех подковырнуть и до... Ну, мне кажется... Я вообще не... Вот опять... Пол вылез. Вот я его трогал. Опять сидит, меня упоминает. При этом я, я типа... Ну, опять же, ребят, фиксируйте. Мне скидывают клип. Мне от него скидывают клип. А не мне, ему скидывают клип. От меня ему, точнее, правильно. Поэтому фиксируем, что опять меня кто-то пытается подковырнуть. Всё как обычно. По стандарту. Ни разу. Не, ну, было, может быть, пару моментов, когда я на кого-то начинал. Но за два года. За два года-то. Но так или иначе, 98% всех конфликтов были спровоцированы не мной. А другими стримерами. Вот. Это никому не секрет. Он сидит, вещает с того конца земного шара. Да, и никого не трогаю. Крылатая. Никого. Вы сидите у себя там в болоте. Сидите на меня какого-то. Вам не нравится, что я говорю на своих стримах про политику? Отв**йтесь от меня. И всё. Вы позакрываете. Сидите там в своём говне. Купаетесь. Чего вы меня трогаете? Я лишь только отвечаю. Всегда. Отв**й. Отв**й. Не нравится вам что-то. Ну, сиди у себя на стримах там. За себя отвечай. А этот пол, п**ть, ногу Акамоли. Ну, как был полон, так полон, собственно говоря, и остался. Реально. Ты каждый день стримишь, что ли? Да, каждый день. Ну, почти. Ну, есть чуток правды в этом. А, и этот тоже, п**ть, сидит. Чуток правды. Ну-ка, можно, пожалуйста, примеры? Можно примеры этой правды? Чуток. Давай, давай, давай. Ну, реально, Хесус не может жить без твоей, п**ть, чтобы кого-то не подковырнуть и не подъебать. Вы сами это делаете, п**ть. Кучка п**ть полу собрались там у братишкина. У него в чате такие же п**ть полы сидят, пишут факт, п**ть. Что за п**ть? Посмотрите, что происходит. Беспредел! Да я никого, п**ть, не трогаю. Вы все, п**ть, на меня первые п**ть начинаете. Что ты, моль, п**ть, когда на тебя Шевцов начал действовать, ты почему-то меня туда притянул. Что ты, п**ть, братишкин, п**ть, который на меня постоянно п**ть, хотя я его вообще не трогаю. Что все остальные тоже, кто на меня п**ть делал, п**ть, если перечислять, можно бесконечно это делать, да? Вот. То же самое, да? Первые начинали мне п**ть передъявлять мне, что якобы я тут там о политике говорю, еще что-то, п**ть, разжигая какую-то там ненависть, хотя ничего подобного нет на моих стримах. То есть люди буквально придумывают, выдумывают какую-то х**ть, обвиняя меня в чем-то. Я на это даю реакцию. Я уже впоследствии даю на это реакцию, п**ть. Я уже отвечаю им, да, кому-то с негативом, естественно. Ибо не люблю, когда п**ят в мою сторону, и все. А они потом почему-то, п**ть, думают, что это я начинаю, плюс их еще аудитория так думает. Это вообще п**ть. Это просто п**ть. Причем я буквально, вот, публично говорю, да, этому Гуакамоле, он там меня в русофобии обвинял. Я говорю, докажи, где русофобия, покажи, покажи. Он так и не сделал этого. Он этого так и не сделал, он так ничего и не скинул, не доказал, не показал, ничего. Вообще. То есть они все меня в чем-то обвиняют, но они не могут доказать всего этого, в чем меня обвиняют. Ни один из них. Как этот, п**ть, уже забыл его, фикспект, да, тоже. На ВСУ сборы делал, доказать он так этого и не смог. В итоге он слился, п**ть, он так и не доказал этого. Вот, вот, у меня есть примеры, буквально. То есть они п**ят, но доказать свой п**ть не могут. А что ему договорит? О том, что они первые начинают, п**ть, а по итогу сливаются. Ну и все. Так что, п**ть, что п**ть-то, п**ть, господи. От братишкина я, в принципе-то, не удивлен, зраду слышать, понимаете, да? Типа, он всегда, когда что-то про меня там кто-то п**ть, он с этим соглашается, даже если это х**ть полное. В данном случае вы прекрасно знаете Гуакамоли. Вы прекрасно знаете, кто этот конфликт начал. Вы прекрасно знаете, сколько он п**дел в мою сторону. Там никакой правды нет. Сидит братишкин такой, ну да, в этом есть правда. Что ты нах** несешь? Какая правда? Давай, тоже, покажи, докажи хоть что-то. За все время так и не смог тоже это сделать, кстати говоря. Вот. Эти конфликты напрашивается. Какие конфликты? Какие? Давай, хоть один конфликт, на который я напросился. Давай, покажи. Прямо сейчас, вот списочек этих конфликтов. Списочек. Я человек, ребята, не конфликт. Я реально... Чё ты, б***ь, не конфликтный? Чё ты, б***ь, с кем-то там он за последнее время конфликтовал? С пятёркой, б***ь. Ещё там с какими-то стримерами. Даже попал в номинацию от Твич-конторы, б***ь. Как там самый конфликтный стример, б***ь. Ну, с кем только не конфликтовал, б***ь. Наверное, все на него бедного набрасывались первые, да? С куришем тоже конфликтовал. С мэлшером конфликтовал. С пятёркой конфликтовал. Со мной конфликтовал. Ну, а кому они вообще не конфликтные? Вы шо? Самый добрый мирный стример на Твиче. Самый п***лявый в таком случае. Я, ну, как бы, такой, какой есть. Если ты... Ну, долб... То есть, тут как бы, я, да, спорить не буду. Вот. Так что, б***ь. Ну, это полная дичь. Причём никто, я говорю, я уже... Сколько я? Год сижу, говорю, докажите это, докажите то, б***ь. Я это делаю на стриме. Вот, буквально, публично, говорю. Докажите русофобию с моей стороны. Докажите, где там я конфликты какие начинал. Все молчат. Паленьки позакрывали. Никто ничего доказать не может. Даже аудитория их не может ничего доказать. В комментах на Ютюбе даже ничего не могут доказать. Нигде ничего. То есть, летят обвинения, но когда я прошу, показать это, они не могут это сделать. Потому что этого нет. Но, всё равно, они думают вот так. Почему? Просто потому что, б***ь, у них какая-то ненависть ко мне есть, и всё. И непонятно, откуда она вообще началась, да? То есть, не, я понимаю, конечно, почему и откуда. Вот. Позиции моя там не устраивает против войны и так далее. Но вас не должно, господи. Там сидите, я же говорю. Сидите у себя, стримьте свою, и всё от меня-то отб***ь. Господи, б***ь. Как будто я вас трогаю. Дайте мне, б***ь, мистер абист поссорить, всё. За мной! Эээ! А, во. Это п***, ребят. Я высказался. Всё. Факт, факт. База, база, б***ь. И докажите мне обратное, давайте. Не сможете. Фундамент, основа. Вот, вот видите, вот опять. Я сижу, смотрю мистера биста, никого не трогаю. Мне прилетают клипы. От братишкинов, б***ь. От гуакамолей. С какими-то обвинениями в мою сторону, что я вот кого-то трогаю. Я сижу, смотрю мистера биста, вообще никого не трогаю. Никого. За последнее время я стримлю, но читаю, смотрю видосы, всё. Пан или пропан? Очередная х***. Фиксируйте, я прошу это фиксировать, ребят. Мне летят клипы от стримеров, которые на меня п***ят. Я им отвечаю. Потом они начинают разгонять, что я, видите, или начинаю что-то. Так не реагируй. Как, б***ь? В смысле не реагируй? Чел, у братишкина сидит не два человека на стриме, б***ь. Он сидит на аудитории в 20 тысяч рыл. Понимаешь, б***ь, ты это или нет? Я должен на это отвечать. Как, б***ь, на меня п***ят буквально, б***ь? Объявляет меня в том, чего нет в действительности? Как я могу это игнорировать? Алло, б***ь. Алло. Так, хватит с ним общаться. Да я не общаюсь с ним, б***ь. Вы чё, вообще гоните, что ли? Какое ещё общение? Где я с ним общаюсь? Вы о чём? Хесус, ты чё там взорвался, братишка? Успокойся, всё нормально. Ага. Забей, тут просто 52-й пробегал. Ну вот, по IQ, я так понимаю, 52-й, да? В принципе-то, ну... Ну там кабан... Неудивительно, да? Всё нормально, это рофл был, наверное. Кабанчиком, он попросил, говорит, пусть Хесус не шмаляет. Я кабанчиком. Хесус, б***ь. Я не знаю, ему из любой точки твича дропают клип. Я серьёзно говорю. Чел, ну ты... Тут такой же IQ, как у Огуакамоли имеешь, наверное. Ну да, это так работает, б***ь, прикинь. Типа, сделать клип и скинуть его в мой чат, это не то, чтобы сложно. То есть... А, чё, б***ь, это сложно, что ли? Причём, что самое забавное, у братишкина то же самое происходит. Ему скидывают клип какой-то от какого-то стримера, он так же его смотрит. И это типа, ок. А тут, оказывается, у них почему-то такое мнение сложилось, что если Хесусу скидывают клип, это плохо. Причём, для них это плохо, потому что они п***ят в мою сторону. Мне скидывают клип, я реагирую, потом начинаю им отвечать. И им это не нравится, им неприятно. Так, может быть, просто с вашей стороны так не нужно п***еть. Типа, главная проблема-то не в моей аудитории, которая клипы скидывает. Главная проблема в том, что вы х*** несёте. Мне скидывают клип, естественно. Ну так, а может быть, не надо просто х*** нести, и клипы скидывать не будут. Типа, вы сами даёте повод аудитории скидывать, делать клип и скидывать, а потом мне его, ну типа, шо, б***ь, реально. У него на каждом стриме сидит партизан, условно чел сидит внизу Твича, у него пять зрителей, и один из них будет чел, который, если что, скинет в клипке. Так у всех. Так у любого стримера. Они как будто первый день на Твиче сидят, господи. Короче, реально распределили. Клипы для этого на Твиче и созданы. По каждому стриму. Так с... Они так удивляются, типа, б***ь, клип скидывают. Так, понял, здесь запустил, туда, туда, туда. Но не у всех, не у любого, ну не так часто на кого-то х***ят, как на меня просто, понимаете? Тоже как бы на это стоит обращать внимание. Как часто, например, х***ят на каком-нибудь Виловгеймсе? Ноль. Чё на него х***ить, правильно? Он же там политику не сдевает. Как бы поводов нет. А на меня постоянно какая-то х***а начинает х***ть. Соответственно, да, часто клипы делаются, скидывают. Ну, бывают же периоды, когда ничего никто не говорит, соответственно, клипы не летят, всё. Туда и везде собирается информация. На самом деле, старый просто ни х***а контента не может выдать. Вот он сидит и... Да это вы ни х***а контента выдать не можете, б***ь, только и можете, чтобы ко мне присасываться, б***ь, подсасываться ко мне и обсуждать меня. Вот, и всё. Ну, как бы делай в том числе и мне контент, за что спасибо, да. Но опять же, это с вашей стороны начинается. Инициатива идёт от вас, от стримеров, у которых, видимо, я не знаю, чё-то происходит, б***ь, о трансляциях, видимо, я не знаю, ну, контент заканчивается или скучно становится. Они начинают, о, дай тебе х***а, пообсуждаю, и чё-то на п***у в его сторону. А он точно реакцию даст, и будет контент. Так это у вас проблема с контентом, а не у меня. У меня есть контент, я вот сижу, видосик смотрю. У меня ещё... Поняли? Он такой, так, кто на меня п***ел? Он такой, кто, где? Во, кто на меня п***ел? Вот, б***ь. И сейчас, братишкин, буквально признаёт то, что это на меня п***ят, а не я на кого-то, б***ь. То есть, тут он соглашается с Гоакамоле, что я, якобы, на всех кидаюсь, б***ь. А тут он говорит, что это на меня п***ят всё-таки. Да я не хочу в Дискорд идти, б***ь. Сейчас сидеть, это ещё два часа обсуждать всё. Что бы что, б***ь. Я ответил на клипы, этого достаточно, и так всё объяснил. Я не хочу сейчас два часа сидеть и обсасывать это. Очередной конфликт. Не хочу. Зачем? Ему контента мало? У меня есть контент, помимо этой х***и всей. Без конфликтов, всё. Он вообще так-то обещал, что этот год без конфликтов у него будет. Но что-то Вова, как обычно, видимо, напи***л или переобулся, как я понимаю, да? Ему Дискорд нужен. Ребят, я сорю мистера Биста. Он у меня в более высоком приоритете, чем братишки на все остальные, сори. Реально. Там нет конфликта. Да ну, серьёзно? А шо это такое? Сейчас я приду и начнётся вот это вот. Эгэгэ, эгэ, эгэ, ну шо, б***ь, эгэ? Мне п***ь, правда. Я лишь просто говорю, ребят, ну от***йтесь от меня, сами меня не трогайте, я отвечать не буду, всё. Реально. Я никого не трогаю. Я ответил на клипы. Никакие конфликты я не провоцирую. Не начинаю. За исключением пары штук. Которых я даже уже не вспомню. Кому я там чё-то первый начинал. Были моменты там, ну, буквально там пару моментов только. Всё. И всё. Так, я не понимаю, чё происходит. Меня сбили. Получается, они берут эти кейсы внутри или красные, или зелёные. Окей, я понял. Да там без конфликтов, Хесус. А что они хотят? Чтобы что? Вот что? Зачем меня в Дискорд звать? Что? Что? Алло. Алло. Что вас тут за х***? Чё опять началось? Так, причина тряски опять на меня. Что такое? Да там ты по золотому дурачка. Вообще, это не на тебя тряска была. Хотя и на тебя частично. Он начал опять х***ть. Ты берёшь, говоришь, он х***ит по факту. Чё за х***? Где я сказал, что по факту говорит? Вот мне клип скинули. Он говорит, что якобы я на всех прыгаю. Хотя это не так. Я ни на кого не прыгаю. Ну, было такое. Прыгал, прыгал. Да пару раз за два года было, но всё остальное на меня п***ть. Начинают какие-то стримеры. Но это ж не отменяет того факта, что ты не прыгал. Ты прыгал. Как? В смысле? Ты понимаешь, что большинство прыгают на меня? Большинство стримеров п***ть начинают на меня в первую очередь. Хочу сказать, а вот это... А Гуакамоли утверждает так, как будто бы я всех трогаю. Я вообще никого не трогаю. Мне вообще на всех п***ть. Пожалуйста, п***ьтесь от меня. Если бы было бы на всех п***ть, ты бы не собирал клипы со всего Твича. Понял? Так я отвечаю, отвечаю людям. Вот смотри, давай такой пример. Отвечаю, отвечаю. Не-не, давай такой пример. Смотри, вот у тебя стрим идёт, да? У тебя 20 тысяч зрителей. Ты начинаешь в мою сторону чё-то там п***ть. Прям в какую-то. Ты мне предлагаешь что это, игнорировать что ли? Серьёзно? Погоди, ещё раз. Можно? У меня этот... Задонатил. Я тебе говорю ещё раз. Ты сидишь, стримишь. У тебя своя аудитория. У тебя 20 тысяч онлайна. Ты начинаешь в мою сторону что-то п***ть. Какую-то х***ю, например. Какую? Мне скидывают клип. Я просто тебе в пример привожу. А. Предположим, ты что-то нах*** сделал в мою сторону. Ну, какую-то х***ю. Неправду сказал. Что ты мне предлагаешь? Игнорировать это. У тебя огромная аудитория. Я должен типа промолчать. Типа не дать ответ. Ну так я ж не вкидываю. Ты реально сосал мне под столиком. Вот, видишь? А значит, я не п***ю. Короче, я понял. С чего я слился, б***ь? Я тебе говорю, как это работает. Это ты сосал, а потом слился в Америку. Ты просто... Ты недоволен тем, что я слился на клипы. Ты недоволен тем, что я отвечаю на клипы. Я тебе объясняю, как это работает. И почему я отвечаю на клипы. Я понял. Хес, Хес. Я просто рофлю. Если что. Да ты всегда рофлю. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя. Но я понимаю гакамоли. А его ты в чем понимаешь? Объясни. Да в том, что я его не звал. Он сам пришел. Это первое. Второе. Я хотел его женщину посмотреть просто. Ты где? Ты говоришь, ты его понимаешь. А в чем ты его понял? Ну, был такой. Ты же прыгал несколько раз. Нет. Я его не трогал. Он первым начал. Ты знаешь почему? Знаешь почему? Да не про него вообще. На него начал п***ть. Алексей Шевцов. Так. Почему? Потому что он какую-то х***ю на стриме делал. На него начал п***ть Алексей Шевцов. И в итоге гакамоли начал п***ть из-за этого на меня. Вообще супер. Не, это х***я работало, если бы... Потому что я друг Алексея Шевцова. Начал на меня из-за этого п***ть. Всё. Не, это бы работало, если бы... А я ему начал отвечать. На п***ть на гакамоли. Тогда можно было бы ещё как-то. Ну, я тебе объясняю, как произошло. И теперь он думает, что это я на него прыгать начал. Ну, сумасшедший. Надо тогда затереть эту х***ю реально, да? Затереть в каком плане? Ну, затереть в смысле? Ну, типа решить вот это. Мискоммуникашн. А, с ними? Я не хочу с ними ничего затирать. И минус один, короче, конфликт. Не-не. Не хочу. У нас и так, понимаешь, его может не быть этого конфликта, если он просто не будет давать реакцию. А я не буду отвечать на эту реакцию и всё. Ну. Ну. Нормально придумано, конечно. Всё, по-моему, максимально просто. Если на меня не п***ят, я не отвечаю, всё. И никаких конфликтов нет. Ну, справедливо. Если что-то по факту сказать, пусть говорят. А так они просто вкидывают. Чё, старый, завтра поиграем в чё-нибудь? Ээээ. В чё? Надо в чё-нибудь поиграть? Я не знаю, ты постоянно предлагаешь поиграть во что-то, но мы в итоге не делаем. Заметил вообще такой тем? А ты никогда ничего не... Ты заметил, что ты вообще никогда ничего не предлагаешь? Не, ну... Я, да, я особо ничего не предлагаю. Но ты же предлагаешь, а как бы в итоге мы что-то сливаем. Так я жду, понял? Я ж первый проявляю инициативу внимания к тебе, понимаешь? А ты вот меня отталкиваешь тем, что ну надо, надо, и всё. И ничего не придумал. Я первый делаю шаг, понимаешь? Так а вот ты сейчас предложил. Хорошо, давай. Что? Я не против, давай, давай, давай. Теперь возьмём твой чат, и чтобы они вот тебе напишут, потому что я знаю, что мои напишут. А что твои напишут? Хэсс единот, да? Нет. Кстати, никто так не пишет. Но сейчас уже написано. Да, да, да. Сейчас вот написали, ты сказал. Да, да. ДБД. Это у тебя ДБД пишут? Пусть Хэсс завтра на Столбы придёт. О, приходи на Столбы завтра к нам. Столбы. В Майнкрафте. О. Чё говоришь, Хэсс? Чё, Столбы? Я не понимаю. Я не понимаю, Хэсс. Это не я говорю. А кто? Не знаю, кто там у тебя говорит. Я вообще ничего не говорил. Ладно. Я просто не понял. Так, чё за Столбы? Можно поподробнее? Короче, это Майнкрафт. Мы попросим молодого человечка, которого ник как? Сиды. Сиды. Мама Сида, понял? Угу. И получается, он нам сделает сервер, и мы будем играть в Столбы, где ты в Майнкрафте спавнишься на столбике, у каждого свой столбик, и каждый раз в 10 секунд тебе выпадает предмет. Задача. Случайный. Случайный предмет. Задача скинуть противника с другого столбика, понял? Короче. И остаться последним выжившим, да. Прям мистер бист какой-то. А приз какой-то за это есть, и я вот останусь, например. Я тебя не буду. Точно. Хэсс, я видел, что ты там этот самый отреагировал про этот, про Таймсквер, но я уже сообщение удалил. Ты удалил-то. Да потому что, ну, ты не ответил. Так ты спустя 2 минуты, что ли, сообщение? Не удалил. Не, не. А сколько? Полчаса где-то висело. Полчаса и удалил сообщение, ну ты даешь. Ну потому что я стримовнул. Вот, мне надо было прям в моменте, типа. А, то есть сейчас это уже не актуально, тебе уже ничего не надо. Нет, я хотел тебя попросить этот самый на Таймсквере, там, короче, есть камера на Ютубе. А, то есть прям, я понял, окей. Есть камера с лайвстримом на Таймсквер, и там есть баннер, на котором можно вывести за деньгу свое изображение, ну вот как ты это делал. Вот, я хотел у тебя попросить, чтобы ты мою фотку всратил. А я тебе туда надо бы закинул. Ага. Ну, по-моему, камера там смотрит немного на другой баннер. Не-не-не, там именно вот на том. Там есть большой баннер, который можно использовать через приложение, а есть другой. А есть другой, там все намного сложнее. Ну там 100 долларов стоит. 45. Да нам на самом деле какого-нибудь школьника бы поймать, который просто на заборе бы написал Дрейк Лох, и все. Я готов это сделать где-нибудь тут в Америке. Ага. А я потом нападам в посольство, что ты вандал, понял? Нападам. Вандал. Я вандам. Я сделаю, не надо. Алло, да, мама. Так, окей, я понял. Короче, Майнкрафт, столбы, все? Да. Завтра, а во сколько? Да, да, идем, сейчас уже. Не-не. А во сколько? Восемь по МСК. Ё-п. А давай попозже, блядь. Чё, Алина, скоро, давай. Давай попозже, давай в девять. Подожди, ты же говорил, что ты завтра на дачу выезжаешь. Не, он вроде... Я тебе ничего не говорил, или ты опять тебе кто-то донес? Ты на стриме это вчера говорил? Ты чё, блядь? А, это тот самый стрим, когда ты деньги попрошайничал. Да, я у Shadow Cake, а попрошайничал деньги. Мне, если чё, вчера Shadow Cake 500 тысяч закинул. Донатом. Он же закинул 400, блядь. Потом все ушли, и я включил донаты, чтобы петь дальше, потому что я вчера в 7 утра оффнул. Он петь, в 6 вернее. Подожди, так 400 и 500. 500! Он 400 скинул и 100 дакинул. А чё? У него депрессия? Зачем он просто так вот деньги? Нет, всё нормально. Просто он хотел вот. Ну, понятно, ладно. А у тебя всё плохо, поэтому ты слоты крутишь. А на Илье ещё... Ну, к сожалению. Ну, я так знаю, как в Shadow Cake тоже слоты крутят. Короче, завтра в 8, то есть ты встаёшь в 6. Ну... Не, давай завтра в 9. Я вообще завтра в 10 часов стримить буду, поэтому... Я могу... Существует не тебе, сервер мой, ну формально. Боже, один звонок и нет сервера. Он на АЕЗе стоит, который ты сам мне порекомендовал. Да-да-да, я и говорю, один звонок... Ладно, это шутка. Короче, давайте завтра в 9. Вот. Окей. Так, секретарша на Дрейке, соберите, пожалуйста, ещё двух человек. Нет, давай ты зави... Ладно. Зубарева там или ещё кого-нибудь? Его забанили. А. Гокамоли. Обязательно. И это будет вообще... Не, друг друга, друг друга будут толкать... Так, зави Гокамоли, кто там ещё? Я Диппинса позвал. Гокамоли, кто там ещё? И Морфью. Чтобы девочки Дрейка сгорели на... А СПБ подзовёшь? Зови СПБ. Да не, СПБ позову, если, ну, надо будет чё-то политическое... У тебя, у тебя... Ты молчать будешь и не скажешь. Можно его, чтобы он за тебя... Давай с тобой дебаты. Я буду сидеть молчать, а ты... Ну, нашёл себе, нашёл. Нашёл себе, блядь, оппонента для дебатов, блядь. Ну, то есть... Ну, да. Человек, который тупо... Он мой переводчик, он мой переводчик. Илюху надо позвать, у него донотофон, блядь. Значит, Хесус, Дрейк, Мазелов. Надо позвать его сначала, прежде чем записывать. Диппинс? Я. Пятеро. Нормально. Найс. А ещё, старый, я на тебя держу одну обиду, блядь. О, шо такое? За шо? Я ничего... Объясняю. Почему? Так. По причине того, что ты... Значит, произошла такая ситуация. Мне кидают клип, где старый сидит и говорит... О, я ему не дам рейд. Он мне не давал рейд, блядь. Поэтому, ну, никто не стримит, я ему не дам рейд. Я говорю, блядь, ты обижен, блядь. Так ты ж то же самое говорил. Помнишь, ты такой, типа, я не дам рейд Хессу, у него политика. А я поэтому не даю рейд тебе, потому что у тебя нет политики. Понял? Ну, ладно. Тогда без рейдов. Справедливо же. Да, согласен. Я, можем договориться, давать друг другу. Тогда мы намешаем... Давать друг другу просто, а рейд... Ну, вот я же не уточнил про рейд, правильно? Хесс, приезжай, я тебя тут реально на куканю. И еще бригада из... Помимо тебя, меня там много кто на куканит, если я приеду. Да, я тебе говорю, а я в курсе. Я в курсе. Если уж мне так захочется... Если мне так захочется, я приеду. Но пока не хочется. Ну, это тебе еще не скоро, блядь, захочется-то. Да, факт. Очень не скоро. Что поделать? Надо в Дубае каком-нибудь. Муравью х**пы делать! Бла, была, была уже возможность недавно в Дубае, но... Но никто не смог. Да, конечно, не смог. Все тупо слились. Да, ты видел, что там в Дубае? Я туда х**пу поеду. Там затоп. Ну и что? Вода уже все, ушла. Высохла. Тоже мне причина. Пес, ты с своими дубаями, блядь, уже реально. Куда тебе надо, блядь, я не понял. Давай в Сербию. О! Ты же не хотел, давай. Не, а давай, ну Европа. Или тоже плохо. Сербия вообще... Я, кстати, полечу в мае. В Сербию визу не надо. Ты в Сербию хотел полететь в начале апреля, опять никуда не прилетел. Да, но у меня не получается, потому что у меня партнеры. А вот сейчас получается в мае. Злого человек. Угу. Диппин завтра не сможет. Хорошо. Берем. Значит, Джмиля зовем вместо Диппинса. А Джмиль база? Альтернатива. Пятерка. 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 Да он задрот нахуй нам в Майнкрафте. Пятерка. А ты не задрот нахуй нам в Майнкрафте. Что ты рассказываешь-то? Так, Дрейк, Морфию берешь на себя, зови. В смысле на себя? Без пятерки, давай и так. Ну он сильный, нахуй нам сильный. Ну он реально сильный, это правда. Так ты сам сильный, ты сколько в Майнкрафт играл? Да я нихуя не покупаю, что там как-то, мой Q нужен. Я там Тоха чаще выигрывал, чем Вова на самом деле. Да, Тоха меня ехать там в этих столбах. Поэтому Тоху тоже не зову. Он опять меня тушить будет. Он причем только меня фокусит, это факт. Стинт? Ну Стинт в Японии позвать. Давай позовем Морфию и Шадоу Кека, все. Давай, Дрейк, иди. Че, иди. Иди, завис. Завис и Шадоу Кека. Ладно. Ну все, давай, короче. Завтра, значит, в 9. Все, давайте. До завтра. Давай, давай. Общий сбор.